80 проверок в неделю. Следят, чтобы у каждого пассажира общественного транспорта была маска. Режим усиления сохраняется, чтобы не допустить распространение опасной инфекции. Только за последнюю неделю оформлено 84 административных материала в отношении правонарушителей. Это абсолютный недельный антирекорд за все время организации рейдов с осени 2020 года. Всего же с начала 2022 года составили больше 320 протоколов. В случае, если пассажир отказывается надевать маску, ему предлагают покинуть транспортное средство. А если он этого не делает, сотрудники полиции составляют протокол. Автобус на это время приостанавливает движение. Продолжить свой маршрут общественный транспорт может только в случае, если все пассажиры будут в масках. Наши граждане не все проникаются необходимостью ношения масок. И на сегодняшний день в условиях вот особенно последнего штамма вируса это средство, как маска, оно является самым эффективным. И об этом говорит и главный санитарный врач Российской Федерации. Поэтому мы призываем всех граждан, кто пользуется общественным транспортом, соблюдать масочный режим в обязательном порядке. Для кого использование городского пассажирского транспорта не является первостепенной необходимостью, все же просят воздержаться от поездок. К группе риска прежде всего относятся люди преклонного возраста с системными хроническими заболеваниями, с симптомами респираторной инфекции, а также беременные. В связи с новыми ограничениями часть школьников сейчас находится на дистанционном обучении. На это время многие из них общественным транспортом не пользуются, хотя и имеют на руках пополненные безлимитные карты. Родители обратились к единому транспортному оператору с просьбой перевести средства на следующий месяц. Если школьник не совершил ни одной поездки по безлимитной транспортной карте, вы можете перенести данные поездки на другой период. Для того, чтобы перенести поездки, необходимо либо позвонить единому оператору на единый номер телефона, который указан у нас на сайте, либо в соцсетях, либо приехать к нам в офис. Это касается не только школьных карт, но и студенческих, и социальных. Обратиться за переводом можно до 20 февраля. Мария Левина, Николай Сидоров, События.